Смотря в какой области. Сейчас очень много вопросов и разговоров на тему connectivity. Но среди интересных я бы выделил Bluetooth 5, стандарт, который уже был принят 5G. И такие вещи, как LoRa и Sigfox. Повсеместно. Уже сейчас мы можем видеть, что он используется практически во всех отраслях. И это будет только увеличиваться и расти. Я думаю, в ближайшем будущем. На самом деле уже сейчас есть огромный выбор устройств для умного дома. И я думаю, что в ближайшие пару лет они будут просто еще доступнее. Кстати, уже сейчас в России есть много решений. И они все приходят и приходят. Можно. И более того, это уже сейчас используется. Например, у авиаперевозчиков. Они так следят за своими агрегатами у самолетов. Также с помощью этого следят за ресурсом железных дорог или грузовиков. То есть это реально используют сейчас. Я, честно говоря, даже не знаю, какую представить сферу, в которой может появиться йод. Потому что, по моему мнению, йод проник во все сферы нашей жизни. Вопросы безопасности существуют всегда. Не бывает решений безопасных на 100%. Я считаю, что если кто-то говорит, что решение безопасно на 100%, скорее всего, он вам что-то продает. Лично я не боюсь того, что мой чайник будет следить за мной. Я надеюсь на то, что он будет экономить мне мое время. Иод позволяет оптимизировать процессы логистики, производства, доставки, контроля. И вот эти микрооптимизации, которые позволяют нам на каждом шаге экономить 0,2-0,3%, в сумме позволяют экономить огромное количество денег. Интернет вещей позволяет нам обрабатывать эти данные автоматически. Устройства могут общаться между собой, без человека. Поэтому эта концепция и называется интернет вещей. Для еще более детальной и, скажем так, сложной обработки данных, мы можем применять алгоритмы машинного обучения, которые могут накапливать базу данных поверх этих знаний и подсказывать нашим устройствам, как работать оптимально.